Приятного времяпрепровождения! С вами, как всегда, Козел Альпийский. Это обещанная история про... Батарея Раевского уничтожена! В общем, этот цикл должен был... Эта история, вернее, была частью большого эпического приключения под названием Черная река. Но она все-таки имеет больше отношения к пану Белочке, к мистеру Шакалу, чем непосредственно к Черной реке. Поэтому я решил пока не начинать этот цикл и просто рассказать эту историю как бы в цикле о мистере Шакале. Итак, с чего это все началось? Началось это все с того, что я еще, когда жил в городе, ну, скажем так, разочаровался очень в людях. Прежде всего, разочаровался в женщинах. Понял, что, ну, по крайней мере, 90% из них, ну, скажем так, не те, за кого себя выдают. Вот понял, что нечего с ними общаться и как бы так в шутку стал рассказывать своим друзьям, что теперь все, не буду я ни с кем общаться, а стану наполеонистом. А, собственно, наполеонисты это кто? Это, ну, в моем понимании были, это те, кто собирает солдатики, большое количество солдатиков. А у меня на тот момент уже было огромное количество солдатиков, но вот именно наполеоники не было. И, собственно, это был повод начать собирать наполеонику в огромных масштабах. И стал я собирать в огромных масштабах, не в смысле, там 1 к 35, там 1 к 17. Нет, я имею в виду огромных количествах фигурки. И, собственно, я стал это делать. У меня были шотландцы и французы от Виктрикса. Потом огромное количество звезды. Потом от Итальери у меня был набор еще какой-то. В общем, стал я это все воплощать в жизни. Дико мне стала нравиться эта наполеоника с ее дурацкими вот этими всеми фузелерами, там, не знаю, вольтежорами. Сейчас я уж не вспомню все эти слова чокнутые. Да, но вот все эти шмотки ихние. Да, и больше всех мне нравились наборы с пушками. То есть пушки выглядели прикольно, даже в 72-м масштабе они были довольно крупные. На тот момент я вообще никогда не собирал технику. У меня был всего один танк, но начало Первый мировой, такой мелкий. И он меня не впечатлял. У нее тоже в 72-м масштабе у нее была пушка мелкая, как иголка. А тут пушка наполеоновская такая была здоровая, практически как карандаш по толщине. Крупная, с такими крутыми колесами. Мы с вами в роликах о Летии обязательно польем пушки. Или там, не знаю, или какие-нибудь повозки. В общем, польем эти самые колеса. А пока я добавлю, что как бы история пока что обо мне. Почему же тут мистер Шакал? Но при том, что я тогда уже был знаком с мистером Шакалом поверхностно. Пару лет всего я его знал, а то может всего год. И мистера Шакала ну очень перло от, скажем так, от того, чем я занимаюсь. То есть он как бы был доволен знакомством со мной, а мне было интересно наблюдать за ним. Что вот он такой варвар, а он до этого не видел такого количества фигурок, солдатиков. Вообще не знал, что это все существует. Такое ощущение, что он жил в пещере, реально варвар. И реально его вот проперло с этих всех фузелеров и с пушек тоже. И вот однажды, вот он, лето было уже, да, и он крутил в своих руках. Надо сказать, что у него уже тогда были такие когти страшные, как у дикой птицы на руках. Ключковатые такие. Я, ну, ни у кого вживую раньше, да и по сейчас, кроме как у мистера Шакала таких когтей не видел. Он реально мог ими деревья драть. Как у настоящей собаки, у него были когти толстые такие. И, в общем, он практически одними когтями взял вот эту пушку, крутил ее в руках и говорил. Какая пушка, надо ее собрать! И тогда мы уничтожим, ну, не знаю, там, дом, ну, какого-то там, не знаю, какого-нибудь моего врага! Я уж не помню, как он, он же какие-то клички там давал своим врагам. В итоге оказалось, что они не существуют. Там живут совершенно другие люди, которые, поверьте, знают мистера Шакала. Но ему очень хотелось, чтобы там были какие-то другие варвары, с которыми он якобы воевал. В общем, ну, сочинял, сочинял, но пострелять, скажем так, из пушки ему хотелось. И стали мы разыгрывать с Паном Белочкой сражение по звездовской книге «Правил эпоха битв» на Наполеонику. По там, я уж не помню, как называлось это сражение. В общем, батарея Раевского, это батарея была Российской империи. Да, и ее штурмовали какие-то драгуны, что ли, какие-то, в общем, всадники, короче, штурмовали. И я даже не помню, кто там за кого играл, за кого играл я, за кого Пан Белочка. В общем, в результате атаки кавалерийской батарея Раевского была уничтожена. И помню, кто-то из нас порадовался. Я, по-моему, сказал, а, батарея Раевского уничтожена. И, собственно, мистер Шакал присутствовал при этом. И его так проперла эта фраза, что он поднял кверху. Опять же, я напомню, что это было в моей комнате. Потолки у меня были низкие. В комнате, в поселке я тогда жил уже. И он почти чиркнул своим гигантским топором по моему потолку и сказал «О! Батарея Раевского уничтожена! Слава варварам!» Что-то такое. То есть вот солдатики там были какие-то, вот в мундирах такие джентльмены, да. А мистер Шакал заорал «Слава варварам!» Надо сказать, что он несколько раз уговаривал, чтобы у нас в сражениях с Наполеоникой участвовали древние славяне, еще кто-то такой, кто ему нравился. Или сам он, бывает, играл за древних славян, сражался с наполеоновскими солдатами, даже выигрывал. Ну, собственно, там правила какие? Там прописать стрельбу, атаку, защиту, поскольку там, ну, это же все-таки игра, реально там выкидывать кубики можно так, что как бы и воины в кольчугах запросто добегут там до этих солдат и порубят их в капусту. В общем, нравился это все мистеру Шакалу, надо сказать, что мне это тоже нравилось и напоминало на тот момент мне это тоже феодальные миры из Вархаммера. В общем, и вот эта батарея Раевского уничтожена, так понравилась мистеру Шакалу, что он в тот год вставлял эту фразу везде, где ни попадя. И вот один из рейдов на Черную реку у нас случился в тот год, мы как раз пошли только с паном Белочка и с мистером Шакалом, а надо было сказать, что до Черной реки идти 10 километров по непроходимому лесу, это очень-очень сложно. Ну, не знаю, даже для туристов, мне кажется, это сложновато, а мы не туристы, мы ничего с собой никогда не брали, мистер Шакал вообще босиком, как варвар туда ходил. В общем, прошли мы, это 10 километров только в один конец, я напомню, прошли мы туда по лесу, встали очень рано, надо было сказать, что для меня это просто мучение рано вставать. Приходилось вставать 9 часов и, не знаю, только часам к 3, наверное, мы туда пешком доходили, находились там, не знаю, минут 10 на этой Черной реке и шли уже обратно и только, не знаю, к 9-8 вечера мы приходили. Собственно, и вот когда мы дошли до этой Черной реки, мистер Шакал, а он, я уж не помню, по-моему, он все-таки гигантский свой топор туда не взял, ему хватило ума, иначе ему просто бы зарасходовало все свои силы и бросил бы этот топор там. В общем, наверное, взял он староцинский нож, он стал махать староцинским ножом и стал орать. Батарея Раевского уничтожена! Там такой овраг был, очень было похоже, что как будто там можно пушки разместить и палить из них. Вообще, он бегал, кромсал ножом деревья и орал, батарея Раевского уничтожена. И вот я вот так сейчас рассказываю, эта картина у меня до сих пор стоит перед глазами. Реально, вот варвар вот этот, разгромивший батарею Раевского и орущий об этом. Ну, в общем, вот так. До новых встреч, всем пока! Продолжение следует...